Сегодня я выступаю перед вами с довольно нестандартной для юриспруденции темой. Эта тема «Личные границы на работе. Правовой аспект». В чем ее необычность? Дело в том, что изначально при формулировании этой темы я исходила из психологического понимания личных границ и подумала, почему бы не перенести те возможные знания, которые есть в психологии, в плоскость юриспруденции, и почему бы не объединить право и психологию и не разработать эту новую, на мой взгляд, крайне актуальную и полезную сегодня тему. Я думаю, что сегодня многие из вас уже сталкивались с термином «личные границы», потому что он довольно часто звучит в СМИ, в интернете, в научной литературе. Под личными границами понимается набор правил, которые помогают установить безопасные пределы поведения окружающих. В целом сегодня очень много консультационных услуг направлены на то, чтобы научить человека отстаивать свои личные границы в общениях с окружающими, с членами семьи, с друзьями. Но не менее важно говорить о необходимости соблюдать личные границы, в том числе в рамках рабочего пространства. И вот здесь есть одна из проблем, что, как правило, именно на работе мы испытываем сложности в отстаивании своих личных границ. И вот в этом умение ставить свои интересы и свою безопасность на первое место. Отчасти эта проблема берет начало еще с истории становления трудовых отношений, с истории становления трудового законодательства. Дело в том, что трудовые отношения изначально были отношениями вертикальными, где есть экономически сильный хозяин и где есть экономически зависимый от него работник. И, к сожалению, так получается, что в силу этой зависимости мы часто готовы поступиться своими интересами. Поэтому работники не привыкли отстаивать на работе свои личные границы и ставить свою психологическую безопасность на первое место. Но, к сожалению, подобная ситуация приводит к крайне негативным последствиям как для самого работника, так и для экономики в целом. Я думаю, никто не будет спорить, что мы проводим на работе большую часть своей жизни. И поэтому нам крайне важно уважительное отношение со стороны начальства и со стороны наших коллег. Границы — это не роскошь. От них зависит физическое и психологическое благополучие работника. По данным, которые мы получили в открытых источниках, Всемирная организация здравоохранения уже включила синдром эмоционального или профессионального выгорания в перечень заболеваний. По определению Всемирной организации здравоохранения этот синдром в том числе является результатом хронического стресса на рабочем месте. Я думаю, вы также слышали, что сегодня проблема профилактики профессионального выгорания звучит так же часто. «Не вожусь воюет. Вы KAI, Железной организации, Сибири, 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 Железной организации!» «Давайте я за нашли чуш agreed to you!» «Уберите я в конец! Юрий Григорьевич, да заберите этого фуриканда!» «Толя, я сам уж вышел!» «Толя!» «Мне нравится, как я читаю стихи, как я танцую, как я пою, потому что вы сухарь, вот вы кто вы чёрстки!» Вас нет... Подожди, Юра, ты вообще отойди. Тебя тут не спрашивают. У вас нет ничего человеческого. Юрий Григорьевич, давай же говори. У вас нет сердца, потому что у вас одни цифры. Дайте давай еще высказать. Оля, подожди, слезь с меня. Я еще не все сказал. Пусти меня. Вы можете меня выгнать после всего этого. Но я очень рад, что все это я высказал вам в лицо. По данным ВОЗ, депрессия и тревожное расстройство ежегодно приводят к потере 12 миллиардов рабочих дней и обходятся мировой экономике почти в 1 триллион долларов. Ознакомившись с этими данными, я подумала, но ведь в Трудовом кодексе есть нормы, которые вполне законно могут помочь работнику отставить свои личные границы и защитить свои права. И сегодня я вам предлагаю с этими нормами ознакомиться. Один из самых частых случаев нарушения личных границ работника – это посягательство на его время отдыха. Это когда мы вместо привычных и установленных для нас, например, 40 часов в неделю, вынуждены часто задерживаться на работе, либо посвящать работе свои выходные дни или иные периоды времени отдыха. Отчего же вы не ушли домой со всеми остальными сотрудниками? Откуда такое рвение? Вы сами говорили, мой плохой отчет. Да. Здесь хотелось бы сказать, что законом закреплена максимальная продолжительность рабочего времени в неделю, не более 40 часов. Все, что мы отрабатываем более 40 часов, будет признаваться для нас сверхурочной работой, но при условии, что в нашем трудовом договоре не закреплен ненормированный режим работы. Причем важно понимать, что по общему правилу привлечение работника к сверхурочной работе или к работам, выполняемым в выходные и праздничные дни, допускается только с его письменного согласия. Отсюда, если, например, я как работник не согласна выйти на работу в воскресенье и хочу посвятить это время отдыху и восстановлению, то я могу отказаться от соответствующего предложения работодателя. И какие-либо санкции в виде замечаний или выговора работодатель применить ко мне за такой правомерный отказ не сможет. Но из каждого правила всегда есть исключения, нужно о них помнить. А в статье 99 Трудового кодекса закреплены случаи, когда работник обязан отработать свои сверхурочные часы по распоряжению работодателя. В этом случае его согласие не требуется. Но такая ситуация допустима только в условиях каких-то серьезных, чрезвычайных обстоятельств. Следующий пример нарушений наших личных границ в рамках рабочего пространства – это ситуации, когда нас беспокоят с рабочими вопросами во время отпуска или во время иных установленных периодов времени отдыха. Здесь нужно понимать, что отпуск – это период, когда работник в соответствии с законом свободен от исполнения своих трудовых обязанностей. И поэтому выполнять какие-то рабочие поручения в период отпуска работник не обязан. Если же есть потребность привлечения работника к исполнению трудовых обязанностей в период отпуска, тогда нужно оформить соответствующий отзыв работника. И такой отзыв допускается только с его письменного согласия. Поэтому если я хочу использовать весь период отпуска, например, все 28 календарных дней, то без моего согласия работодатель принять решение о моем отзыве из отпуска не сможет. Следующая часто встречающаяся ситуация – это когда работнику дают поручение, которое он не обязан выполнять. Здесь есть одна из проблем, почему такая ситуация часто возникает, что мы иногда сами не знаем, какой конкретный перечень должностных обязанностей на нас возложен. Здесь я бы рекомендовала ознакомиться со своей должностной инструкцией. При приеме на работу работодатель должен нас обязательно под подпись ознакомить с этим документом. Поэтому, если вы ознакомились с этим документом, или точнее, скажу, поставили подпись об ознакомлении с этим документом, запросите его копию, чтобы она всегда была у вас, и вы могли знать, какие конкретно обязанности на вас возложены. Ну а если же нам поручают какие-то должностные обязанности, которые в нашей инструкции, в нашем трудовом договоре не отражены, нужно помнить о правиле, закрепленном в статье 60 Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с этой статьей запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной его трудовым договором. Поэтому еще раз обращаю внимание, что крайне важно внимательно прочитать свой трудовой договор, внимательно прочитать пункт о наших должностных обязанностях и внимательно ознакомиться со своей должностной инструкцией. И еще раз озвучу, что отказ работника от выполнения обязанностей, которые не обусловлены его трудовой функцией, не может рассматриваться как неправомерной и влечь возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Еще один частый пример – это безосновательная смена рабочего места работника. Этот способ, кстати, часто используются работодателями для того, чтобы негативно повлиять на работника, чтобы оказать на работника психологическое давление, когда мы меняем хорошее рабочее место работника на какой-то участок, который ему не очень комфортен. И работник оказывается в ситуации стресса, он не выдерживает это давление, в конце концов сам пишет заявление об увольнении по собственному желанию. Как в данном случае мы можем себя защитить? В первую очередь нужно проверить, зафиксировано ли наше рабочее место в трудовом договоре. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса условие о рабочем месте является дополнительным. То есть оно в трудовом договоре может отсутствовать. Поэтому первый момент – обратите на это внимание. Если наше рабочее место зафиксировано в трудовом договоре, то его изменение допускается только с согласия работника, путем внесения изменений в условия трудового договора. Ну а если же у нас с вами условий о рабочем месте в трудовом договоре нет, тогда здесь нужно понимать, что его изменение не будет влечь в изменение условий трудового договора и будет допускаться просто по распоряжению работодателя. Но даже в случае последней ситуации всегда нужно помнить, что работодатель обязан нас обеспечить всеми условиями, инструментами для выполнения наших трудовых обязанностей, должен предоставлять нам рабочее место, соответствующее всем санитарно-гигиеническим требованиям и нормам охраны труда. Поэтому даже если наше рабочее место меняется, мы вправе требовать те условия, те инструменты, то оборудование, которое позволит нам качественно выполнять свои трудовые обязанности. И следующий пример нарушения посягательства на наши личные границы – это психологическое давление, которое оказывается на работника. Такое давление может оказываться со стороны коллег, например, когда в трудовом коллективе не все относятся к какому-то конкретному работнику положительно. Либо такое давление может осуществляться со стороны руководства. Я, конечно, вам сочувствую, как женщина-женщина, но ведете вы себя просто аморально. Я не верила сплетни, меня Самохвалов посвятил. Долгое время сфера вот этого неимущественного элемента в трудовых отношениях, она мало затрагивалась и в науке, и на практике. Но в последние годы организации стали все больше обращать внимание не только на вот этот физический комфорт работника на рабочем месте, но и начали следить, чтобы работнику было и психологически комфортно тоже на работе находиться. Поэтому сегодня во многих внутренних нормах организации можно встретить запреты на какое-то некорректное поведение на рабочих местах, в том числе запреты на осуществление психологического давления. Например, у вас в организации может иметь место кодекса корпоративной этики. Это специальный локальный акт, который как раз таки и регулирует, а как работник должен вести себя на рабочем месте. В кодексе, как правило, содержатся такие нормы, как запрет на оскорбление коллег, запрет на использование ненормативной лексики, предположим, запрет на обсуждение решений, действий, которые совершают коллеги, и иные нормы, которые направлены на создание комфортной психологической обстановки. Да. Алёна, слушай, держись за стул, а то упадёшь. Там рядом с тобой Рыжова сидит. Слушай, она мне передала письмо для Самохвалова. Конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо, но я стала читать, просто оторваться не могла. Она, наверное, чокнулась. Только я умоляю, никому ничего не рассказывай. Ростурот в одном из своих писем отметил, что если кодекс корпоративной этики принят как локальный нормативный акт, если соблюдение этого кодекса включено в перечень обязанностей работника, если работник с кодексом этики ознакомлен, то несоблюдение его норм может рассматриваться как совершение работникам дисциплинарного проступка. И поэтому, кстати, в практике, в том числе в судебной практике, уже есть примеры, когда привлечение работников к дисциплинарной ответственности, например, за оскорбление коллеги, признавалось судом допустимым. И, в принципе, суды указывали, что замечания или выговор за такое деяние являются вполне правомерными. Также в случае, если на рабочем месте мы чувствуем психологическое давление, например, от наших коллег, то я бы рекомендовала обратиться к руководству и рассказать об этой неприятной ситуации. Повторюсь, сегодня многие организации, особенно крупные организации, следят за психологическим комфортом и думают, что руководство может вашу ситуацию рассмотреть. Возможно применить не только правовые средства урегулирования возникших разногласий, но и, например, провести какую-то разъяснительную беседу. Ну и в завершение хотелось бы сказать, что нормы законодательства одинаково применимы ко всем участникам законодательного поля, независимо от их ценностей и независимо от их статуса. Поэтому крайне важно помнить, что если наши права нарушаются, важно защищать их. Именно через нашу правовую активность, через нашу правовую осознанность мы можем сами обеспечить соблюдение наших личных границ. На этом у меня все. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!